всем приветики я решила заснять расхламление в своей испанской жизни и у меня набрался тут не сразу но за какое-то время я собирала вещи которые решила расслабить и у меня набрался целый аж такой мешочек в общем я решила поделиться с вами чем я решила с чем я решила расстаться и первый лот это самом деле наверное это было самое сложное самое сложное решение для меня потому что этот свитер мне очень нравится я его купила года полтора наверное назад в менго и это свитер пола в полоску он сделан из полистера и вот такая вот классическая полоска средней ширины очень комплементарно в принципе к любому человеку она очень универсально его можно и в офис носить и просто носить в общем и в пир и в мир и в добрые люди что называется вот поэтому мне было очень сложно принять это решение он поскольку из полистера он уже закатывается в катушках я надеюсь видно на видео на рукавах на манжете как в катушке вот я его подчищала чтобы он выглядел прилично но поскольку ему уже много лет вернее полтора года и я достаточно часто его ношу с каждым разом это было сделать все сложнее вот но он кстати насчет менго он очень аккуратно сделан смотрите плечевой шов и здесь идет стык-встык рисунок причем на обоих вот этот вопрос к качеству и к тому как вещи выглядят но почему я решила все-таки от него избавиться потому что у него на солнце не видно может быть на видео короче у него здесь на пусе педро которое уже не выводится поэтому соля ви придется с ним расстаться хотя мне очень жалко я его в промоше купила ну может быть я найду какой-то аналогичный в новой коллекции следующий лот это вот такие вешалки у меня их целый набор я их купила как временное решение когда у нас не было здесь вешалок совсем и мы еще не успели доехать деке и купить их классные вешалки в чем проблема это вот такие тоненькие вешалочки на них даже футболки жутко вытягиваются то есть я люблю постирав одежду повесить плечевые там футболки толстовки на вешалки и чтобы они в таком виде сохли они в таком виде сохнут гораздо быстрее чем просто перекинуть вот веревочку для сушки меня и второй момент их потом сразу вешать шкаф и не паришься вот и плюсом ко всему они ровные то есть их чаще всего потом не нужно гладить если вот ты достаешь например из стиральной машинки встряхнула повесила на вешалку повесила там сушиться и все потом пошла дело и радуюсь так вот вот эти вешалочки они во первых очень такие хлипенькие и тоненькие и даже футболки тонкие на них вытягиваются то есть они портят одежду поэтому поскольку я уже несколько раз съездила в икею и купила там хорошие вешалочки пластиковые они поплотнее и гораздо лучше относятся бережнее к одежде когда на них висит поэтому от этих решил избавиться их тут по моему десять штук но может быть кому-то пригодится я их отнесу положу рядом с мусоркой скорее всего и кто-нибудь заберет кому-нибудь они пригодятся стоили они что-то типа три евро или два с половиной евро поэтому я понимала что это временное решение поэтому избавляться не жалко следующий лот опять начнут на меня бузить в комментариях это бюстгальтер это бюстгальтер он спенсер классический без выпендрежи без всего но в чем проблема у него пояс уже растянулся и он не просто широк несмотря на его классный цвет у его очень ко всему прочему приятная такая ткань и вот на каждый день вот такой формы и ткани бюстгальтер очень хорош но стал велик поэтому избавляюсь следующий лот это футболка не как просто белая футболка но она уже подзастиранная уже плохо выглядит у нее растянулся ворот ведь он как взборит по-дурацки и с этим уже ничего не сделать но белые футболки тоже они супер универсальные поэтому носится подо всем но их нужно менять поэтому избавляемся следующий лот это мех этот мех от куртки мы купили нику куртку лонсдейл английский какой-то бренд и по-моему этот бренд не имеет отношения вот к этому лонсдейлу который мы все привыкли видеть на толстовках в котором ходят какие-то футбольные хулиганы вот из название идентичное но вроде как это другой бренд но несут в общем на нем был съемный вот такой них меховой из искусственного меха воротник как я называю из шкуры мертвой собаки вот все такие меха искусственные они смотрятся максимально странно и очень упрощают и дешевят одежду поэтому если есть опция доинсталлировать здесь кстати он был прям на кнопочка если есть опция у вас доинсталлировать все это дело лучше доинсталлировать и вообще не использовать вот смотрите просто ну смотрится прям плохо мягко говоря поэтому избавляемся следующий лот это мои брюки тоже долго я пыталась их как-то оставить в гардеробе потому что мне очень нравится цвет он такой болотный зеленый вот очень у них интересный интересное решение очень сделано в плане гульфика сейчас я застегну покажу вам вот видите гульфик сделан по диагонали это прикольное решение обращает на себя внимание и более того сейчас в тренде и популярны так что если кто-то планирует купить себе штаны такое интересное решение немножко сделает ваши брюки не простыми а такие за сложную деталью интересно плюс здесь что еще хорошо из того что они сделаны вот с таким запахом их можно носить в принципе даже несмотря на то что они со шлевками их можно носить в принципе без ремня потому что это смотрится очень органично и интересно вот в общем купила я в резервте года два назад они сорокового размера UK12 купила их в резервте сразу наверное да года два назад и стоили они счет у тебя 6 или 7 тысяч рублей вот но как бы в чем их проблема они мне стали велики а поскольку они сделаны из тонкие ткани они хэбэшные из-за того что они стали велики они стали по-другому сидеть и стали плохо сидеть поэтому я их и так и сяк и выпрекосяк и заправляю в них какой-то толстый свитер пыталась каким-то образом стилизовать но смотрится плохо поэтому скрипя душой я решила от них избавиться потому что ну сначала я думаю может быть отвезти в москву там каким-то образом моих ушей потом думаю ну кому я проще найти себе какие-то похожие брюки в нормальном размере и не возить вот туда-сюда непонятно когда так следующий лот это шапка шапка бренда мохито до мохи таксессор айс я ее купила тоже когда-то года полтора-два назад в мохито в москве стоила на четко наверное тысячу может там плюс-минус 1200 рублей вот очень она она из искусственного какого-то там полиэстер или акрил вот но толстенькая поэтому зимой в ней мне было очень комфортно но она уже такая подзатасканная стала в принципе вот полиэстеровые типа вязаные люди под от действительно вязаные вещи они очень быстро приходят в негодность поэтому нужно понимать что эту вещь там ну по большому счету на сезон вот поэтому от нее избавляюсь дальше дальше у меня рубашка рубашка прикольная вот этого бренда и она немного странная и выглядит как дональд трамп лучшие годы потому что такой принт но он уже смотрится не актуально потому что если бы хотя бы полоски были там равномерные одного цвета было бы хорошо но во первых они неравномерные то есть идет одна тоненькая 2 2 толстенькие вот и толстенькие через тоненькую они еще меняют цвета то есть две полосочки бордовые две синие вот и смотрится это немного странновато поэтому эта мужская коллекция моего мужа он покупал ее черт знает эту рубашку он принесла наверное лет десять ей этой рубашки он покупал ее когда еще учился в сша и он ее не носит он в принципе не носит рубашки поэтому увидев название дональд трамп нашу же собаку зовут дональд трамп вернее в честь дональда трампа его зовут просто трав вот и она я ее носила там на пляж летом как просто второй слой чтобы совсем в топике не ходить но понимаю что уже как бы неактуальный принт поэтому избавляюсь может быть кстати срежу шильдик дональд трамп и как память пишу просто на какую-то другую вещь но подумаем тоже так следующий лот это пижамный комплект маечка и шортики и они сделаны из по-моему это называется кружево краше и по низу шортиков спальнях у них идет вот такая бахрома вот хбшная тоже очень классная пижама много лет она у меня была наверное ну чтоб не соврать лет пять или шесть тоже покупала ее в резервде и регулярно захаживаю на сайт резервда в надежде найти нечто похожее вот она уже так прям откровенно плохо себя чувствует то есть она уже там белый цвет уже не такой белый и ткани уже такая подуставшая вот плюс мы еще у меня случалось из-за того что кружево видимо при стирке травмировалась и вот здесь вот вышивали уже эти немножко чтобы починить вышивали вручную дырочку приводили в порядок вот и плюс еще вот это вот сеточка тоже тоже уже вернее даже не сеточка сеточка в порядке а вот бахромушкой снизу уже такая подзатасканная поэтому решила от них избавиться хотя очень люблю очень мне нравится это кружево смотрится очень красиво вот но надо избавляться потому что но выглядит уже печально так следующий лот опять будут на меня ругаться следующий лот трусишки они вообще новые но в чем проблема это комплект бюстгальтер мне как раз а трусишки они как-то по-дурацки сделаны они сделаны во первых на на кого-то либо сильно более узкого в бедрах вот либо если я со своим размером бедер 100 когда я надеваю здесь вот смотрите здесь сделана резинка а вот эта часть очень тоненькая и резинка впивается и это конечно неприятно носить хотя так они такие няшные такие розовенькие трусишки но избавляюсь потому что не ношу и смысл хранить так и последний лот это футболка вот такая футболка это футболка которую купил мой муж тоже наверное лет пять назад но я не знаю на самом деле потому что она моего размера это я бы себе взяла футболочку побольше размера в общем а это какой-то яхтенный бренд и собственно по этой причине муж ее и купил вот но ему она мало он ее отдал мне я в ней ходила надеваем внутрь и как первый слой не подо что-то но понимаю что очень много вот этих вещей которые надеваешь внутрь они занимают место их уже целый гардероб поэтому решила избавиться ты что ну кла уже уже просто некуда все это складывать и и хранить и к тому же здесь мы живем вообще на арендованы в арендованной квартире и здесь в арендованных квартирах крайне мало места в принципе для хранения поэтому захламляться не получается вообще никак постоянно что-то приходится выкидывать как-то складывать класть на место потому что просто нет шкафов вот на этом все мое расслабление заканчивается я желаю вам также хороших расслаблений кто смотрит меня уже давно и я вдохновила вас на расслабление желаю вам прям ударных расслаблений и не захламлений в будущем вот всем хорошего денёчка пока пока пока